Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как мы будем вселить ламинат и на что мы будем вселить ламинат. То есть ламинат будет без подложки, ламинат будет вселиться на пенополистирол 2 см. Вот я его сейчас проклею. То есть ламинат мы будем вселить вдоль окна, вот так вот, в эту сторону. А пенополистирол будем клеить поперек, чтобы шоу не совпадался в ламинате, потому что ламинат будет вселиться так, а мы пенополистирол в поперек. Сейчас буду его проклеивать на клей-пену, ну можно и в принципе не проклеить, можно просто углаживать его. Вот так вот. Ну я лучше его приклею на клейпе, вот и на него будет укладываться ламинат. Три года назад я уже так укладывал и все стоит, все хорошо и мебель стоит на нем, вот все отлично. То есть оно и тепло в ноги, и старый, мы 1-0 здесь сняли, этот старый он теплый. Вот я пропылесосил везде, он утепленный такой, вот так его и оставил. Вот, все позапеним, хорошо щели позапеним и уже потом будем уложивать ламинат. Вот, как оно будет происходить, сейчас вы все увидите. Вот так вот на одну полосу нанес, вот и через, так как клей-пену надо подождать там пару, там с минутку, с половиной. Вот, и потом вот так вот буду приклеивать к полу. Вот, который у нас кусок мы обрезали с этого края. Так и мы не начинаем здесь уложить. Стены у нас неровные, вот там вот ущелье, сейчас ее задую пеной, вот, а это уже можно проклеивать. Вот, и можно даже через, буквально через минут 10 пройтись, по нему прожать хорошо. Вот так вот ждем после нанесения пены буквально там полу минут. Вот, и можно его даже в заводском нема шва 90 градусов. Вот этот заводской разрез, вот и в нем нема 90 градусов даже. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Вот, например, даже там в тот участок поставлю, чтобы начать ламинат отсюда идти, вот с этой стены, которая будет открытая постоянно. Целая матуна, здесь будет шкаф, купе и подрезку кинем здесь прямо на входе, потому что там в дверях надо будет подрезку, вот, а там как бы та часть будет открытая. Вот, и я сейчас пройду отсюда этот участок и оставлю, пускай пена постывает, а то лишним потом посрезаем. Вот, я уже позастилал пенополистирол, вот попропениум где надо, вот так вот, вот и начал уже стелить ламинат. Вот, прям на него ничего, никакую подложку больше не ставил, похожу ногами, прям уже аж чувствую, ну, как, встаньте даже сами на пенополистирол и посмотрите, как тепло. Вот, хотел сразу показать, как начинать стелить ламинат, но он так, что туго идет, приходится вот кусочком ламината, вот так вот, вставлять вот так вот и забивать его, потому что туговато идет, ну, самому неудобно. Вот, сейчас я попробую пару полос вам показать, как я его забиваю, вот, и ходишь вот нормально, кровать уже переставили, она стояла там, переставили уже сюда, вот, вот, и оставляем под стенками зазоры. Сантим, полтора, я так как бы сильно не присматриваюсь, все плинтусом перекроется, вот, здесь вообще идет внутрь. Пузо, как бы, ну, и там пришлось тот угол подрезать, вон там, вот, и вот здесь, чтобы ближе подвинуть, потому что эта стена будет самооткрыта. Вот. А подрезку кинем туда на вход, потому что там надо будет вырезать 100% вот эти все зигзаги, вот, а здесь будет шкаф-купе стоять, и тут подрезки, в принципе, практически видно не будет. Просто не было смысла ее ставить в ту сторону, там, где открытая часть. Вот так вот. Вот, вот, и замки раскидываю, он имеет ламинат длиною метр двадцать на двадцать, вот, и замки напополам раскидываю. И получается у меня немножко отходов, с каждой полосы у меня получается два сантиметра отхода. По нашему размеру комнаты два сантиметра отхода получается. Вот. Это как бы не страшно, я думаю, что на двадцати, на двадцати трех с половиной квадратов, где-то, ну, полквадрата, я думаю, что будет отхода, это ничего страшного. Даже если квадрат будет отхода, ну, оно будет в замке. Если даже взять, поставить вот так вот замок, если на двадцати метров сместить, и оно получится как ступенька, вот, вот так. Мне как бы так не очень нравится, лучше сделать с отходом, но на ближайших, ну, там, десять лет до следующей замены, может даже быть и пятнадцать, до следующей замены, ну, каждый день по нём ходишь, и видно, что замок в замок, всё чётко, замки совпадаются. Вот. Вот так вот замки совпадаются, всё, в принципе, всё идёт нормально. Вот. И кину я его, то есть, там, где будет стоять корвать, вот, я кинул, сразу шестьдесят отступил, вот здесь шестьдесят отступил, а там кинул с подрезкой. Почему? Потому что здесь вход, вот, и мне что-то так захотело, чтобы вот так целый ламинат был бы прям на вход. Но он почти на вход, он здесь где-то встаёт и заканчивается вот здесь. Ну, зато визуально заходишь, и у тебя, получается, прям шов в лице. И он, ну, а если бы я кинул бы так, то есть получилось бы, оно чуть сместилось бы, шов, ну, как бы не особо было бы. Вот. Вот. Думаю, что будет нормально. При конце всё прохожу, как получилось. Вот, оставим на неделю его, на неделю оставим, а чтобы воздух вышел с под пенополистирола, с под ламината, он сядет на своё место, а потом уже после обоев уже будем этот плинтус. Сейчас потолок здесь натягивать, вот такой вот со светящими линиями. Это будет в следующем ролике, потому что как раз где-то через день-два должен уже прийти потолок. Вот так. Ну, давайте я вам попробую показать. Сейчас я сделаю разметки, сделаю заготовки, соберу его до кучи и покажу, как он собирается. Вот. Как я делаю его разметку? Я беру... Как я делаю разметку? Я беру тот край, который у меня вот здесь. Беру, делаю его сразу на пополам и делаю ее в замену. Вот, сделал, сделаю на пополам. 60. И подлеска 60. То есть мне нужна заготовка. Я его поеду на 60 сразу. И мне нужна заготовка 60 сантиметров в тот край. Сейчас пойду его вырежу, принесу и буду собирать вот эту часть. Вот, делю его сразу здесь тоже напополам, вот здесь, в этой части. Вот, и заменяю этот уксор, который нам нужен. Вот. Пойду сейчас вырежу и покажу его, как в замене выставлять. Вот так вот. Обрезал этот кусок. Вот у нас шоу, смотрю, чтоб шоу совпадался. Можно даже сделать верность и перепроверить. Вот, 60 сантиметров получается. Вот, и у нас получается широкий паз идет постоянно на нас. А узкий заходит в тот широкий. Вот так вот. Вот есть у нас узкий паз, вот есть широкий паз. То есть вот этот паз постоянно заходит в вот этот вот. То есть нам надо постоянно, чтоб широкий паз был, смотрелся к нам. Вот, и сейчас попробую я его сам защёлкнуть, ну, сомневаюсь, что вот эту я полосу большую сам установлю. Посмотрим сейчас. И вот он, вот этот край. Вот так вот, вот тот уже лег, вон, хорошо на пенополистирол, а вот здесь еще задертый. Вот, то есть он где-то еще в паз не встал, как видно, вот шоу. Вот, его надо сейчас прибить хорошенько. Вот, и он зайдет в шоу, и тогда он уже ляжет на свое место. Видите, он раз и становится уже на свое место. Вот, и беру сразу вот эту стружку, которая сыплется с того ламината. Видите, как приступлю еще и развальцовываю тоже. Вот эту стружку сразу отметаю, чтобы следующую полосу устанавливать. Вот, и точно так же и тура скидывать в следующий полос. Вот так вот. Вот, и вот даже можно по нем сейчас походить. Он уже даже не играет, в нигде ничего. То есть еще неделю он постоит, как я говорил. Воздух с него весь выйдет, с пенополистирола ляжет на свое место. Стяжка здесь ровная. Вот. В той комнате, которую мы стелили три года назад, на пенополистирол я на клей пену не ставил. И в принципе мне этот раз тоже не понравилась клей пена. Почему? Потому что он местами поднимает его. Ну, клей пена вроде бы не вздувается, она, но местами приподнимала. Пенополистирол, ну ничего страшного. В следующий раз мы не будем на клей пену. Вот, закончили мы ламинат. Закончили селить где-то месяца полтора назад. Не было времени заснять окончание. Вот уже шкаф загруженный вещами. Вот стоит. Ничего здесь не продавливается под пенополистиролом. Вот кровать. Стоит ничего, нигде нема вмятин. Ничего он не играет. Вот, в ноги в принципе тепло. Вот, нема холодной отдачи от пола. Но, как бы нормально, можно босиком ходить. Ничего, как бы страшного нет. Вот, потому что в той комнате, в которой я стелил три года назад, все тоже точно так же все стоит. Шкафы тоже загруженный. Ничего там, как бы смертельного, ничего нет. Вот. Так что, можно в принципе стелить на пенополистирол. И будет эффект, можно сказать, теплого пола. Вот, потому что он реально, как бы, тепло хорошо отдает. И нормально, вот. То есть, не сквозит по ногам. Ничего, как бы. Вот, а кому было полезное видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok